Субтитры создавал DimaTorzok В бывшем доме потомственного купца Казьма Алексеевича Зварыкина появился импозантный иностранец, который осмотрел здание, попросил книгу отзывов и сделал запись. После 50-летнего перерыва посетил мой родной дом. Очень отрадно найти его не только в сохранности, но и в периоде реконструкции. Особенно приятно видеть, что дом, в котором родился, так заботливо реставрируется для музея. Спасибо. Зварыкин Владимир Казьмич. США. Принстон. Американец в закрытом для иностранцев советском Муроме? Позднее Владимир Зварыкин с удовольствием вспоминал эту авантюру. Ученый с мировым именем, он не раз бывал в деловых поездках в СССР. Но побывать в родном Муроме ему не удавалось. Тогда супруги Зварыкины оформили через интурист поездку в СССР. Во Владимире тайком от гида взяли такси до Мурома. И вот Владимир Казьмич в городе, где прошли его детство и юность. Набережная Оки. Кладбище, где похоронены родители. Остатки саду у фамильного дома. Здесь 30 июля 1889 года родился будущий отец электронного телевидения. Чикаго. 26 июня 1933 года. На трибуну конференции Американского общества радиоинженеров поднялся скромный, плохо говорящий по-английски человек. В своем выступлении изобретатель подвел итог многолетней работе над передающей телевизионной трубкой. По светочувствительности и техническим параметрам иконоскоп Владимира Зварыкина значительно превосходил все другие приборы, над которыми работали многие лаборатории мира. Иконоскоп Зварыкина открыл новую эру в развитии радиоэлектроники. 44-летний эмигрант из России оказался в центре внимания. Его идеи интересовали всех, кто работал в области развития телевидения. Ученый получает множество приглашений прочитать лекции в Англии, Германии, Франции, СССР. 15 лет назад он покинул родину, бежал от большевиков. И каково вернуться в Советскую Россию с американским паспортом? Еще до приглашения почитать лекции, я уже получал предложение вернуться в СССР на выгодных условиях. Я сразу ответил отказом, объяснив, что я уже обосновался в США, принял гражданство и не собираюсь менять уклад своей жизни. И вот в августе 1933 года его встречают на Ленинградском вокзале. Принимали Зворыкина на высшем уровне. Гостиница «Астория» – насыщенная научная и культурная программа. Но главная встреча с родственниками – сестрой Анной и ее мужем Дмитрием Наливкиным. Вспоминали родителей. Город детства и юности. Патриархальный с его церквями и монастырями Муром. Огромный родительский дом. Сад, спускающийся к оке, по которой шли пароходы, баржи, груженные зерном, к Нижнему. Удачлив и богат был Казьма Алексеевич Зворыкин. Жили размеренной жизнью провинциального города. В семье семеро детей. Володе-младший. Отцу хотелось видеть в младшеньком продолжателя фамильного дела. С детства он выполнял поручения отца. Закончив реальное училище, Володя уехал в Санкт-Петербург. И вот он уже студент физфаку университета, а затем технологического института. Из всех лекций и занятий Владимиру больше всего нравилось заниматься в лаборатории профессора Розинга. Ученый задумал создать систему видения на расстоянии. Своими опытами, увлеченностью он поразил и увлек Зворыкина. Любознательный студент с удовольствием работал на установках. Проводил эксперименты в лаборатории. Профессор Розинг обратил внимание на активного студента. Эта встреча сыграла важную роль в дальнейшей судьбе Зворыкина. Главным изобретением Розинга являлась катодная трубка, способная воспроизводить изображения неподвижных и движущихся предметов. Петербургский ученый первым создал телевизионное приемное устройство, не требующее механической развертки изображения. Розинг верно определил направление будущего развития телевидения. Но построить электронную систему, дающую хорошее изображение, в то время было еще невозможно. Идея передачи изображения с помощью электричества привлекала многих ученых. В 1880 году русский физик и биолог-экспериментатор Порфирий Иванович Бахметев придумал новый принцип передачи изображения на расстояние. Бахметев предложил раскладывать картинку на отдельные элементы и отправлять их последовательно в виде электрических сигналов. Устройство для покадрового сканирования и передачи изображения Бахметев назвал «телефотограф». Недалеко время, когда он будет введен во всеобщее употребление как аппарат, служащий для глаза тем же, чем служит телефон для уха. Порфирий Бахметев Телефотограф Бахметева так и остался теоретической моделью. Но именно эта идея разложения изображения на дискретные элементы стала одним из фундаментальных принципов телевидения. Кстати, независимо от Бахметева, ту же самую идею в том же 1880 году выдвинул португальский физик Адриана Депаева. В 1883 году немецкий студент Пауль Непков придумал и запатентовал удобный механический способ развертки изображения. Для этой цели Непков предложил использовать свето-непроницаемый вращающийся диск. Именно изобретение немецкого студента натолкнуло Бориса Розинга на мысль о катодной трубке. В 1912 году Зворыкин с отличием окончил институт. Его направляют на стажировку в Колледж де Франц в Париж. Профессор Ланжевен принял стажера из России радушно. К весне 1913 года Владимир изготовил и наладил установку для рентгеновской дифракции кристаллов. По совету знакомых он едет в Берлин изучать физику. Но планам его не суждено было сбыться. 1914 год. Первая мировая война. В России идет мобилизация, и рядовой Зворыкин отправляется на фронт. Полтора года службы на Гродненской радиостанции подорвали его здоровье. И Владимира отправили в Петроград, где он устроился преподавателем в офицерской школе. В 1916 году он знакомится со студенткой Татьяной Васильевой и вскоре делает ей предложение. Революция 1917 года и дальнейшие бурные события привнесли в жизнь Зворыкина неразбериху и метание по стране. В 1918 году умирает отец. Фамильный дом перешел в собственность совета рабочих и солдатских депутатов. Жена уехала в Германию. «Я не находил себе места и мечтал вырваться из этого хаоса. Хотел бы просто работать в лаборатории и развивать занимавшие меня идеи. Но для этого нужно было уехать в страну, где это не было бы проблемой. Такой страной мне представлялась Америка». Его отъезд ускорился неожиданным образом. Знакомый солдат, работавший в военной прокуратуре, сообщил, что видел подписанный ордер на арест на имя Зворыкина. Не заходя со службы домой, Владимир садится на поезд до Нижнего Новгорода, потом пароходом по Волге и Каме до Перми. В Екатеринбурге его арестовывают. Затем Омск, путешествия по Иртышу и Аби. Наконец, на ледоколе Саламбала он добирается до Архангельска. В июне 1919 года, спустя полтора года после бегства из Москвы, Владимир Зворыкин прибыл в Нью-Йорк. Он начинает с рассылки десятков писем в различные фирмы, с предложением своих услуг в качестве специалиста по радиоэлектронике. Первую работу Владимир получил в фирме Вестингаус Электрик. Затем переехал в Канзас-Сити. Шел 1922 год. Америка переживала бум увлечения радиотехникой, и Зворыкин зарабатывает на жизнь изготовлением радиоприемников по индивидуальным заказам. И вдруг новое приглашение в фирму Вестингаус. Новый директор предлагает ему вернуться в Питтсбург и заняться разработкой системы полностью электронного телевидения. В апреле 1923 года Зворыкин представил принципиальную схему и техническое описание передающих и приемных телевизионных устройств. Механическая развертка полностью устранялась. Телевизионная система строилась целиком на электронных устройствах. В декабре этого же года он подал заявку на изобретение телевизионной системы нового типа. Главным ее отличием от проектов других авторов была передающая телевизионная трубка, преобразующая видимое изображение в электрические сигналы. Правда, патентное изобретение ему выдали лишь спустя 15 лет после подачи заявки. Зворыкин продолжает усовершенствовать свой проект, но изображение на экране неизменно было нечетким. В конце лета 1923 года Зворыкин решил показать макетный образец своей установки руководству Вестенгаус Электрик. Менеджеры не согласились с нашим предложением. Они говорили, что картинка ужасная. Интерес к телевидению в том 23-м году еще не существовал как таковой, и они предложили отложить мою работу в сторону и заняться чем-то более полезным. Босс фирмы, мистер Дэвис, был разочарован. Судя по всему, парень толковый, а занимается ерундой. И тем самым на 8 лет затормозил развитие телевидения. Пришлось переключиться на работу над фотоэлементами, что успешно использовали для охранной сигнализации. На фирму посыпались выгодные заказы, а Зворыкин стал еще более известным в Питтсбурге. Но по достоинству оценил Зворыкина вице-президент компании RCA Давид Сарнов. При первой же их встрече Сарнов спросил изобретателя, что потребуется вам, чтобы сделать практическую систему телевидения. Два года работы, помощь трех-четырех сотрудников плюс сто тысяч долларов, ответил Зворыкин. Позже Сарнов при случае замечал, что реальные затраты были в 40 раз больше названной Зворыкиным суммы. Я хочу сказать, что эта встреча была поворотной точкой не только в моей личной карьере в переходе из Вестингаус в Арсии, но поворотной точкой стремительного прогресса коммерческого целевидения, каким мы знаем его сегодня. Деньги выделили, помощников ученый отобрал. И в феврале 1929 года работа по созданию кинескопа началась. Подстегивали конкуренты из Франции, Германии, России и Америки. В это же самое время над изобретением передающей трубки работал другой талантливый американский инженер Фансфорд. Ему удалось раньше Зворыкина продемонстрировать электронную систему телевидения. Он придумал оригинальный способ развертки и назвал свою передающую трубку «диссектор». Однако очень большим недостатком его изобретения была низкая чувствительность. Несколько лет Фансфорд бился над усовершенствованием диссектора. Филадельфион оборудовал свою студию и даже начал выпускать телевизоры. И все же диссектор не оправдал надежд своего изобретателя. В 1934 году Фансфорд сломался. Он бросил все и удалился на маленькую ферму в штате Мэн. К этому времени в Америку перебралась жена Зворыкина. Семья восстановилась. Родилась вторая дочь Елена. Через полгода руководство компании приняло решение выпустить партию телеприемников на основе кинескопа Зворыкина. В 1929 году имя ученого стало известным во всем мире. «Нью-Йорк Таймс» поместила в воскресном выпуске фото изобретателя с кинескопом в руках. Свой технический шедевр Зворыкин с помощниками создали за пять месяцев. Ознакомившись с новинкой, английский ученый Уитейкер оставил отзыв. Высоковольтная катодная трубка Зворыкина воспроизводит пятидюймовое изображение с такой яркостью, что его отлично видно даже в хорошо освещенной комнате. В октябре 1931 года Сорнов ставит перед Зворыкиным новую задачу. После успешных испытаний образцов иконоскопа превратить его в устройство для массового производства. После выступления ученого на Чикагской конференции 1933 года специалистам стало понятно, что иконоскоп Зворыкина открыл новую эру в радиоэлектронике, о которой они могли лишь мечтать. Владимир Козьмич к этому времени руководитель престижной лаборатории. Он может позволить себе строительство загородного дома в Тонтен-Лейкс, неподалеку от Камдена. Жена переезжать в Камден отказалась и из Ворыкин делит досуг с друзьями, коллегами. Среди любимых занятий – рыбалка, гольф, плавание, пилотирование самолета и особенно охота. Известность, лекции по всему миру сделали возможными и поездки на родину, встречи с коллегами, друзьями, родственниками. В один из приездов в 1934 году ленинградцы пригласили Зворыкина посетить Институт телемеханики, продемонстрировав действующий образец иконоскопа, разработанного менее чем за год группой под руководством Круссера. Зворыкин по достоинству оценил работу русских коллег. «В первый раз я приехал ознакомить вас с моими достижениями. Второй раз уезжаю коллегой. Боюсь, что в третий раз мне придется у вас многому поучиться». Здесь же, в Ленинграде, на квартире сестры Анны, Владимир Казмич собирает семейный совет. Он поделился с родственниками своими сомнениями. Ему официально предлагают переехать в СССР. Брак его распался. Встреча с родными – большая радость. Он всерьез думает о возможности возвращения в Россию. Но мнение родственников было единодушным. От власти пострадали многие из близких людей. Владимиру не стоит рисковать. Вряд ли ему простят белогвардейское прошлое, эмиграцию, американский паспорт. И он сделал выбор в пользу Америки. Там была возможность продолжить начатую работу, полная научная самореализация. 30 апреля 1931 года газета «Правда» сообщила. Завтра впервые в СССР будет произведена опытная передача телевидения. Дальновидение по радио. С коротковолнового передатчика РВИ-1 Всесоюзного электротехнического института Москва на волне 56,6 метра будет передаваться изображение живого лица и фотографии. Регулярные передачи электромеханического телевидения начали транслировать из Москвы уже с октября 1931 года. Принимать их можно было почти по всей территории СССР, если, конечно, имелся в наличии телевизор. Впрочем, механический телевизор можно было собрать своими руками. Для этого нужно было купить в магазине бумажный диск Непкова и популярную брошюру «Руководство для радиолюбителей». В 1938 году механические телевизоры окончательно были вытеснены электронными системами. Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех! В 40-е годы ученые разрабатывают электронные микроскопы. Еще в 30-е годы Зварыкин обосновал возможность создания ракет, управляемых с помощью бортовых телевизионных устройств. Другой важной разработкой стали разнообразные приборы ночного видения. В начале 50-х годов США охватил вирус шпиономании. Началась охота на ведьм. Активную работу проводила комиссия по антиамериканской деятельности. Под судом оказались писатели, ученые, работники Голливуда, профсоюзные деятели. Не избежал печальной участи и Владимир Зварыкин. Он попадает в особый государственный список цензурного наблюдения. За ним установлена слежка, проверяется почта, прослушиваются телефонные разговоры. Его не выпускают в Европу. Только вмешательство Давида Сарнова спасло его. И расследование по делу Зварыкина приостановили. В эти непростые для Зварыкина дни он встретил Екатерину Полевицкую, русскую мигрантку. Он уже отметил свой полувековой юбилей. Но с первой встречи попал под обаяние красоты и ума этой женщины. Официально они не могли оформить отношения. Муж Екатерины Андреевны не давал ей развода. Только в 51-м году Зварыкина и Полевицкая стали мужем и женой. Они счастливы, путешествуют по всему миру. Лаборатория Зварыкина продолжает работать на будущее. Над возможностью передачи по телевидению цветного изображения. В 50-е годы телевидение продолжает завоевывать мир. Из Зварыкина удостаивают все новых почестей и наград. Владимир Казьмич пробует себя в новой области. Исследует эффект от применяемой телевизионной техники в медицине и биологии. Телевизионная техника с успехом использовалась для подсчета кровяных телец, исследований опухолевых клеток. В 1954 году Зварыкин уходит с поста вице-президента фирмы RCA и начинает работу в качестве директора Центра медицинской электроники при Институте Рокфеллера в Нью-Йорке. На прощальном вечере доктор Вольф высоко оценил открытие Зварыкина, сделанное в лаборатории RCA. В отличие от большинства людей, доктор Зварыкин, даже становясь старше, никогда не удовлетворялся тем, что сделано в прошлом, а всегда смотрит в будущее. Его мышление не привязано к частностям, а направлено на фундаментальное исследование. Зварыкин – лидер мирового научного сообщества. В год его 65-летия Давид Сарнов на юбилейном вечере сказал прочувственную речь в честь ученого. «Владимир Зварыкин – не только мечтатель, но и мыслитель, который обгоняет свое время. Мы живем в эпоху, когда события развиваются настолько стремительно, что их не успеваешь осмыслить. Поэтому люди, подобные Владимиру Зварыкину, абсолютно необходимы человечеству». Он прожил 92 года, был знаменит и работал до последних своих дней. Скончался Владимир Казмич Зварыкин 29 июля 1982 года, не дожив одного дня до своего 93-летия. Зварыкина когда-то называли «русским подарком Америке». И не только Америке. И сегодня в России гордятся тем, что именно изобретение нашего соотечественника изменили современный мир. Благодаря научному гению Владимира Казмича Зварыкина, его великим изобретением стало возможным электронное телевидение «Чудо 20 века». «Чудо 20 века». «Чудо 20 век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова